Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Ночью в Самаре был объявлен план перехват. Оперативники искали мужчину, ударившего ножом полицейского. На самарских остановках будет звучать информация о подъехавшем транспорте. В областном правительстве решали, как сделать перемещение инвалидов по городу комфортнее. Джаз можно сыграть на чем угодно. Юные музыканты блеснули талантами на городском конкурсе. Ночью в Самаре был объявлен план перехват. Оперативники уголовного розыска искали мужчину, который ударил ножом полицейского. Инцидент произошел в Куйбышевском районе во время задержания предполагаемого торговца наркотиками. Чтобы найти подозреваемого, понадобилось менее трех часов. Злоумышленником оказался безработный 24-летний житель Самары, который раньше к уголовной ответственности не привлекался. Полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение Самары. Его состояние оценивается как тяжелое. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проверку по факту пожара на заводе Куйбышев Азот ведут следователи Следственного комитета России. В деле нашли признаки преступления, попадающие под статью «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Правоохранители осмотрели место происшествия и собрали необходимые данные. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Напомню, пожар вспыхнул на заводе в воскресенье. Горел цех по переработке циклогексана – вещества, которые используются при производстве пластмассы. По данным МЧС, пламя вспыхнуло около полудня и быстро распространилось на территорию площадью в 500 квадратных метров. Пожар тушили свыше 40 единиц техники, 235 человек личного состава. Работу спасателям усложняло то, что потушить циклогексан невозможно, пока он сам не прогорит. Пока пожарные боролись с пламенем, завод продолжал работать. Сотрудники лаборатории замеряли количество вредных веществ в атмосфере. Оно не превышало норму. Доступная дорога, насколько общественный транспорт в регионе соответствует требованиям для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, обсуждали на специальной комиссии в областном правительстве. Лишь в трех городах региона – Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске – есть современный низкопольный транспорт. И это только муниципальные маршруты. Коммерческие перевозчики стать доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья не спешат. Хотя ситуация меняется. Особенно заметно это в Самаре. Во многом созданию безбарьерной среды способствует и подготовка к Чемпионату мира по футболу. Марина Кравцова продолжит. 43 автобуса, 20 трамваев и столько же троллейбусов с откидными аппарелями, тактильными направляющими, поручнями и средствами оповещения. Столько машин, удобных для инвалидов, приобрели в Самаре только в прошлом году. Сегодня половина всего муниципального общественного транспорта оснащена необходимым оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. И эта цифра должна расти. Так уже этим летом пополнится трамвайный парк города. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по финансовой аренде, то есть это в рамках лизинга программы, значит это приобретение 10 трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов для нужд городского округа Самар с поставкой в первом полугодии 17-го года. В июне месяце мы эти трамваи уже трехсекционные получим. Как сделать дорогу еще более комфортной для инвалидов решали на заседании специальной комиссии при губернаторе Самарской области. Прорабатывается вопрос создания специальных остановок со звуковым и визуальным оповещением о том, транспорт какого маршрута подходит к остановке. По всем правилам доступности с тактильной плиткой строят и ремонтируют дороги. Так после реконструкции на московском шоссе появится больше трехсот переходов, полностью оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаю сконцентрироваться все-таки на ходе подготовки к чемпионату мира по футболу и учесть как можно больше проблем и вопросов, которые можно было бы просто одновременно, проводя реконструкцию, решать. Доступный общественный транспорт – это возможность инвалидам добраться до работы, трудоустройству и профессиональному обучению этой категории жителей особое внимание. Возможность получить образование есть, но список доступных профессий не так широк, и не все они востребованы на рынке труда. Одна из главных задач сегодня – переориентировать образовательные учреждения на подготовку инвалидов по актуальным сегодня специальностям. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Насколько управляющие компании Самары готовы к генеральной уборке, начнут проверять с 15 марта. Месячник по благоустройству стартует уже 1 апреля. К этому времени вся техника, люди и необходимый инвентарь должны быть готовы. Такое поручение дал первый заместитель главы города Владимир Василенко. На еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии управляющим компаниям и районным администрациям поручено обратить особое внимание на уборку появившегося из-под снега мусора уже сейчас. Также нужно активнее убирать лед во дворах и особое внимание обратить на крыши. В период оттепели оставшийся снег и налить могут стать причиной ЧП. Обойдите все дома, скатные крыши. По каждой скатной крыше выдайте предписание через жилищную инспекцию, если бы этот вопрос был закрыт. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре на улице Старозагора на дорогу рухнул строительный кран. Часть конструкции упала с полуприцепа МАЗ. Видеопроисшествие появилось в социальных сетях. В самый момент падения очевидцы не застали, но сообщают, что никто не пострадал. В результате ЧП на Старозагоре образовалась большая пробка. Следователи предполагают, что смерть девочки, которой исполнился месяц, не была криминальной. Гибель малышки считают несчастным случаем. Она могла выпасть из детской коляски. При этом точная причина смерти ребенка еще не установлена. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа девочки с гематомами на голове. Ее отец уверяет, что вышел ненадолго из дома, а вернувшись, обнаружил младенца на полу. Мужчина перенес ребенка в кроватку, а около полуночи он понял, что малышка умерла. Открылся новый авиарейс из Самары в Красноярск. Его запустила авиакомпания «Саратовские авиалинии». Полеты по маршруту «Самара-Красноярск» будут осуществляться 23 апреля по 22 октября 2017 года по воскресеньям. Кроме того, компания будет обслуживать маршрут «Самара-Минеральные воды» на самолете Ан-148 вместимостью 83 места в компоновке эконом-класса. В ряде городов и районов губернии изменился график выплаты пенсий, сообщает Пресс-служба правительства региона. Изменения коснутся жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов, получающих пенсии и социальные выплаты через банки. Деньги на их счета будут перечисляться не 14-го числа каждого месяца, как ранее, а на три дня позже, 17-го числа. Пенсионерам, жителям других населенных пунктов области, в том числе Самары, получающим пенсию и выплаты через банки, средства, как и раньше, будут перечисляться 14-го числа. В годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией жители губернии приглашают танцевать севастопольский вальс. Молодежная акция пройдет 18-го марта на площади Куйбышева. С часу дня начнут работать танцевальные площадки, где каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах. В 14.00 команда по фитнес-аэробике проведет для всех присутствующих на площади танцевальную зарядку. С видеоприветствием ко всем обратится творческая делегация Крыма. Ответным словом станет послание Самарского студенчества завершиться празднованием массовым исполнением всех желающих севастопольского вальса на самой большой площади Европы. Джаз можно извлечь из любого инструмента, говорят музыканты, главное понимать его. На городском конкурсе юные скрипачи, пианисты, саксофонисты и вокалисты блеснули мастерством джазового исполнения. Награда победителям участие во Всероссийском фестивале. 300 участников сплотились в своей любви к этому музыкальному жанру. Марианна Мирная продолжит. Неровные ритмы, импровизация и непередаваемая атмосфера духовной свободы. Джаз, зародившийся в африканских племенах, много лет назад стал настолько популярен, что глубоко проник в новый свет и полюбился людьми из разных культур и сфер деятельности. Импульсивный, энергичный, интересный, ну отдыхаешь, отдыхаешь на нем, он заводит, вообще заражает жизнью. Фестиваль «Музыкальный калаш» проходит с 2000 года при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Самары. Юные музыканты в первую очередь должны овладеть основами академического искусства и уже на базе этих знаний учиться импровизировать. Говоря о будущем российского джаза, специалисты уверяют, у нас есть все необходимое, чтобы эти дети стали достойными джазовыми музыкантами. У нас большое количество великолепных джазовых исполнителей в стране, у нас последнее, скажем так, десятилетие уже стало серьезно развиваться и, собственно, процесс профессионального преподавания джаза, поэтому перспективы самые радужные у нас в России. В этом году в городском конкурсе приняли участие 300 человек. После отборочного этапа лучше отправиться на Большой Всероссийский детско-юношеский фестиваль джазового музицирования, который состоится 26 марта. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Японская борьба с латиноамериканским колоритом. Бразильская джиу-джитсу теперь представлена и в Самаре. Древнее восточное боевое искусство, дополненное последователями на Западе, учит побеждать благодаря мягкой, податливой технике боя, в которой главный интеллект и дружелюбное отношение к противнику. Олег Зверев пообщался и с именитыми спортсменами, и с новичками. Даже в проигрышном положении мастер-поединка умело обводит соперника вокруг пальца и в итоге становится победителем. Такова тактика японской борьбы джиу-джитсу. Это восточный аналог русского самбо. А здесь, на татаме, бразильская разновидность этой борьбы. Мастер-класс дает обладатель синего пояса второй степени спортсмен с мировым именем Леонид Хапчик. По его словам, латиноамериканские последователи японского боевого искусства сделали его более ярким и дружелюбным. Латинская Америка, темперамент, краски, живость, все это присутствует в бразильском джиу-джитсу. То есть больше динамики, больше позитива на тренировках именно. То есть нет такого фанатизма в отношении дисциплины. Все более демократично. В России бразильское джиу-джитсу делает лишь первые шаги. И вот школа этого вида спорта начинает работать в Самаре. В городе около 50 его последователей. На тренировку пришло и много новичков. Ирина Акимова решила заняться по совету друзей. Навыки борьбы помогают и в жизни чувствовать себя более уверенно, выбирать нужную тактику и в итоге побеждать в любом деле. Это философия людей, которые при любом весе, при любой комплекции могут постоять за себя. И еще одно сравнение, которое мне нравится в плане бразильского джиу-джитсу, когда говорят, что это шахматы в борьбе. Популярность бразильского джиу-джитсу растет как снежный ком. Российские спортсмены уже выступают на профессиональных мировых турнирах. А тем временем Международная Федерация этого вида спорта ставит вопрос о включении борьбы в олимпийскую семью. Специалист по джиу-джитсу традиционно использует инерцию своего соперника для того, чтобы его победить. То есть здесь действует принцип поддаться, чтобы победить в конце концов. А наивысшее мастерство в джиу-джитсу побеждать интеллектуально, без злости к противнику, уверенно и с улыбкой. Олег Зверев, Станислав Левин. События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Свет в конце тоннеля. В Самаре завершается сооружение коллектора Волжского склона. Ему сверху видно все. В Самаре запустили беспилотник, который будет отслеживать несанкционированный выброс мусора. Дома и стены помогают. Перед выступлением в Кремле Волжский народный хор провел генеральную репетицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова